Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение партии «За Кушицкое царство» в игре «Олд Уорлд» с дополнением «Фараоны Нила». Ну, в общем, подробности этой партии в первой серии. Как всегда, ссылка на весь плейлист в описании, в прикреплённом комментарии. Переходите, смотрите спонсоры канала, там все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку и вступительное слово завершено. Давайте продолжать. У нас тут борьба за жизненное пространство, в основном с вандалами. И они нас тут вандализируют во многом. Так, давайте посмотрим, какие у нас события произошли. Так, желая сплотить 12, в дворе с визитом пребывает хетская царица Тавананна. Во время торжественных представлений она требует, что все придворные кланились и целовали ей ноги. Ну, я не собираюсь именно с хетами, мне неинтересно поддерживать хорошее отношение. Меня волнует только Карфаген, так что мой народ не будет следовать. Блин, правда, царь станет горделивым, но, честно говоря, он... Я вообще не знаю, что он так долго, ему 81 год. Я уже жду, когда он наконец сдохнет. Так, со смертью царицы Акбары Мудрой из Ассирии, правление Ассирии перешло к царю Ашарбанупалу Второму Новому. Через неделю после воцарения Ашарбанупала, ваша стража ловит ассирийского агента. Так, ну тут частое такое событие происходит. Давайте мы снабдим его ложной информацией. Так, царь Тахарка тяжелобольным становится. Собрав различные травы, минералы и ритуальные веща, вы вместе с генералом Калхат и ученым готовитесь к лечению злобного недуга, овладевшего вами. Вы готовитесь к кровопусканию. Наверное, пускай это будет глупая идея. Так, посел у нас бежит вот на это место. Все верно. Вот сюда бежит. А сюда будет вот этот поселенец. Тут надо, правда, добить, конечно, сначала. Хватит нам интересно. Ну, чё так слабенько по нему. А, семья яростная. И расстояние еще минус 20. И генерал минус 3. Следующим ходом, правда, юнит появится, но я думаю, что я следующим ходом зачищу эту. Так, блин, а где-то у нас еще были восставшие, по-моему. Да, вот тут надо, наверное, в первую очередь. Блин, вот тут надо еще место вернуться. Придется купить сейчас ход. Точнее, марш-брошок сделать, иначе Карфаген займет это место. Нафиг нам это надо. Так, тут уровни получаем. Тут штурм возьмем. Здесь свирепый. В конус уровней тут эти мастер-счета. Лечимся. Стоим просто. Лечимся. Стоим, наверное. Стоим. Так, два приказа и два рабочих. Эта дорогу строят, так что не обращаем внимания. Вот этого я хотел, наверное, лесопилку, чтобы он делал. Сейчас я подумаю, вспомню. По-моему, я лесопилки хотел вот тут, вокруг лагеря. И заканчиваем ход. Очень долго у нас живет, конечно, этот Тахарка неуязвимый. Его наследницы уже 53. Мне кажется, она недолго будет править. Но она, кстати, похуже, чем наш царь. Может, слушайте, может изменить наследство. Сразу внучке передать. Я вот думаю, она, конечно, возмутится. У нее сейчас мнение довольное. Так, Греция в перемирии с Римом. И вроде ничего не захватили. Но и Рим, походу, ничего не захватил. Тахарка вылечился. Да что ж ты будешь делать? Ну, когда он сдохнет? О, с яростной на злую поменялось. Чуть полегче стало. Теперь не 20%, аж минус А10. Герцогиня Асата демонстрирует невероятные способности к математике и геометрии. На лету схватывая основы. Во время визита во дворец Асата просит подсказать, как лучше всего применить эти познания. Какой совет мы ей дадим? Инженер. Ну, вряд ли. Хотя, может быть, корабли буду строить. Плотники. Она, кстати, четвертая в очереди. Не, давайте всесторонним. Просто мудрость. Так, тактику. Противник генерала Гарсиотефа, министра, предложил нам порочащие его сведения. Если эта информация будет обнародована, его репутация среди людей сильно пострадает. Что будем делать? Ну, он вообще неплохой чувачок. Он генерал у топорщиков? Нет, мы ему не доверяем. Отвечу. Так, ставим город сюда. Так, надо решить. У нас по два города охотников и земледельцев, и один вот этот. Надо решить, чьи города мы будем сюда ставить. Но я бы тоже одного охотников. Вот, наверное, сюда охотников опять поставим. А сюда, соответственно, мастеров. Тогда сюда мастеров ставим. Захватываем лагерь. Ваши войска прибыли в оплоту вандалов как раз вовремя. Все указывает на то, что они готовились к крупномасштабному и продолжительному вторжению на наши земли. К счастью, большая часть оружия так осталась лежать на складе. Как нам с ними поступить? Ну, топорщика, конечно, надо получать. Слушайте, вандалы все еще живы. Я думал, я их тут у них... А, ну вот же у них еще лагерь. Вообще, я бы, наверное, уже мирился с вандалами. Честно говоря, вернусь. Наверное, тут будет или сюда. Сюда, ладно, переброшу. Еще у нас еще и генералов можно назначить и апнуть. Что-то у нас Шепенупет-младшая очень похоже на принцессу-косаку. Подозрительно. Рим гораздо слабее меня. Греция просто слабее. Хетты просто слабее. Ну вот, меня беспокоит только Карфаген среди моих соседей. И вот сейчас, закончив вот тут расселение, я буду планировать нападение на Хатусу. Лисопилку. Лисопилку. Каменоломню. Блин, буду лесопилки тут делать, хотя это, типа, другого, другой семьи, то есть медленнее будет строиться, но... У нас этот... Этим я тоже буду, он сейчас закончит каменоломню, тоже буду лесопилку. Нам нужно много дерева для апгрейда прачников, влучников, когда мы их откроем. Так, и здесь дорогу добьем уже. Плюс нам нужно... На собор Святой Софии и Сукна Виаректа, ведь... Ну, наверное, Сукна Виаректа мы первую будем строить. Чудо. Там куча счастья плюс. Надо камни насобирать. Ва Сирии 26. Ну, нормально, я как бы, смотрю, примерно, а ну, там я видел у греков что-то так под сорокет, что ли. Так, царь вандалов умер. Косака продажна, еще и минус мудрость. Слушайте, мне все меньше нравится... Сейчас я посмотрю, как изменить наследование вообще. Ладно, давайте посмотрим, какие у нас тут предложения брака с вашей внучкой Ахрасан Глупой. Фак. Ну, она, правда, не будет следующая. Так, это от семьи Ирджетов. Я сейчас откажусь, минус 20 будет. Отважный, но глуповатый. Ну, у нас и она глупая. Вот давайте ей вот этого тупоря тоже дадим. Герцогиня Асата закончила обучение политике. Судья, будучи наместником, может ускорять производство за деньги. Либо ученым. Качественник и наместник открывает запрос, не лучше судьей. Наемный отряд булавоносцев прибывает в столицу, предлагая свою верность в обмен на звонкую монету. Что мы ответим? Конечно, возьмем. Булавоносцы это следующие. Следующие вот топорщики, они апаются в булавоносцев. Так, я тут даже марш-бросок сделаю, чтобы уже поставить город. Так, ну и стековое средство у меня больше всего городов на данный момент. У Рима два, у Хеттов один, но зато легендарный. Четыре у Ассирии, шесть у Карфагена, семь у меня, а ну и семь у Греции. Но вообще Лилибеум немножко не в тему тут. Нам бы его снести, да? То есть мне кажется, Карфагену тяжеловато его защищать будет. Так, тут поселенница завершили. Стены тут есть, тогда... Так, этот у нас на земледельцев. А мне некуда тут спецов сажать, земледельческих я имею ввиду. Тогда давайте форум. Сисебе стены сделаны. Этот у нас на войну, но мне и юниты, мне кажется, уже хватит пока строить. Так что архив в керме прачника сделали. Он у нас в основном на городские проекты. Тут три гражданина. Давайте, наверное, служителя ученика. Это у нас в святилище. Слушайте, какие мы еще вообще святилища еще можем? Я так понимаю, что мы все построили святилища, которые могли... Так, этот дорогу сделал. Теперь, наверное, вот так дорогу поведем. И в столице стены закончены. Так, вот тут можно специалистов несколько... Такой вопрос. Не, рудокопа надо. Подождите, где у нас тут? Крутой вот сюда. Тут и муштра добавится, и... Руды дофига будет кап. Блин, смотрите, как расширилась хатуса докуда. То есть, а как так получилось? Я вроде не вижу тут никаких улучшений. Чтобы она туда этих... Использовала. Так, тут давайте-ка ворвемся. Но полечусь. Пускай они его обстрелят. Она в лесу находится. То есть мало будет урона наноситься. Так, этого предлагаю сразу апнуть на защиту. Так, булавоносцы я бы в сторону Карфагена перебрасывал. Плюс в казарму бы. Ну, у нас казармы все сейчас заняты топорщиками, да? Давай просто вот сюда в цитадель спрячем. Так, ну я себя довольно уверенно чувствую. Но мне все равно не хотелось бы, чтобы на меня Карфаген нападал. Вот эрудит, это значит, как бы, вот знающие. Это примерно со мной на одном уровне. Вообще, дайте я посмотрю, что там пишут в уровне знаний. Целая педия. В олд ворлдопедии. Так вот, примитивная, наивная, это хуже. Компетентная, на уровне с нами. А ученые эрудированные, это выше нас. Что такое ученые, тогда я хрен знает, честно говоря. Или знающие. То есть вот, и Карфаген единственный из всех, кто и сильнее нас, и эрудирование. То есть он более развитые юниты, соответственно. Поэтому мне бы очень и не хотелось с ним воевать. Как я говорю, я бы с вандалами мир заключил сейчас. Но вот этот полуостров выглядит моим. Чтобы он был моим, нужно, чтобы Лилибеум нашим стал. Смотрите, сколько фортов. Кстати, наша способность, я не использую форты юнитами строить. Это просто непонятно, где их строить, против кого. Так, в Сиджу и в яме мятежники. Во дворец с особой просьбой прибывает карфагенский дипломат Кимон, иностранец. Он желает служить послом в Мирое, жить среди нашего народа и представить интересы своей нации. Ну, я бы... Так, а что Честный делает? А, могу его и министром сделать. Так, но отказывать мы точно не будем. Давайте сделаем придворным министром. Еще и плюс сорок отношения с карфагеном положительное стало. Так, ваша супруга годами мирилась с личным несчастьем, но нация всегда стояла на первом месте. Теперь, по прошествии многих лет, она просит, чтобы вы подумали о вашем браке. Царица-консорт хочет, чтобы вы удалились в фамильное поместье, оставив бразды правления в упнялых руках вашей наследницы принцессы Касаки Продажной. Блин, в этом есть, конечно, но я хотел... Можно как-то вот ее назначить? Так, послом. Вот, назначить избранным наследником. А, минус 10 к легитимности будет. Это минус 3 мудрости для лидера. Она еще безумная. Слушайте, а командир, он что делает в качестве лидера? А, 10 очков опыта всем бездействующим юнитам. А это у нас кто? Ораторша. Ну ладно. Я думаю, можно отречься. Сейчас мы походим юнитами. Академия. Академия. эти практически ничего не могут сделать мне тут хоть и обстреливают а блин тут у нас восстание и опять блин в городском так и где-то еще вот так мы уже практически заход уничтожаем восставших что не может не радовать так что будет этот рабочий может в мир гису его перебрасывать или просто пускай дорогу строит отсюда наверно отстраняемся отдел и у нас новая царица шесть соединенных друг другом городов наследием становится и издать закон добровольцы наследием должны выполнить мне кажется ну шесть соединенных городов так точно так новый наместник погибла в данге или вот так может принцессу а где у нас это еще требуется нет только в данге или до вашего внимания дошло что я вам часто были недовольны вашим предшественникам у вас как у новой правительницы есть уникальная возможность вновь снискать благосклонность ям да давайте так и сделаем ну за за еду тут мудрость прокачаем он он еще остается в мироя этим наместником поэтому можно прокачивать так ну и наверно принцессу мадикин выберем в данге ил в отличие ну смотрите вот зороастризм и иудаизм потом будет еще манихейство и христианство это как бы мировые религии вы их можете распространять но у каждой цивилизации может быть свой 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 языческая религия его и он через святилище работать так как у кушетского царства бонусу на как раз соседство святилищ то я решил попробовать чисто через поиграть через язычество но на самом деле это сложнее потому что в мировые религии позволяет вам строить монастыри и храмы соборы а этот язычество не позволит но мне интереснее я постоянно игра я играл еще бы вас одна религия была и разные это все все есть законах вы все это можете продвигать но в данном случае как сказать и надо накопить соц капитала чтобы принять четвертый закон чтобы я мог цитадели строить с крепостями и уникальные юниты делать кажется вот сюда надо спеца посадить рудник чтобы вот эту территорию присоединить к себе и тут надо лагерь и сделать это же спеца чтобы вот эту территорию между нами и карфагеном занимать по городу обязательно так в керме топорщик появился ваша на месяц и никогда не держится слова и становится лживый блин 3 ушел король с высокой дисциплиной не десятка практически было помоле то ли 9 то ли 10 и как сразу мало стало денег вход о умер один год прожил без правления блин да великим был ну ладно заберем деньги мне уже пофигу что рим у нас в долгу однажды на территории академии сиас пика вы замечаете хромую дворняжку выпрашивающую объект объект а нет на территории академии сиас пика это имя он берет животное под свою опеку и выхаживает с тех пор дворняга не нашат не отход не находит от него сиас пика теперь пользуется безраздельной преданностью собаки обращается к вам за советом как лучше всего дрессировать животное холить или леять обучать с помощью системы поощрения наказаний бить им ладно с помощью системы поощрения и наказаний так сюда нового наместника выбирать или копить соцкапитал все-таки я наверно покоплю хочу четвертый закон принять и в керме тоже тут я дорогу делаю кстати опасненько могут и убить вот эти еще могут подойти любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку так рудакоп камни чё с эти наверно сюда камни чё со видите как присоединится территория тут форум архив третьего уровня в керме служитель ученик ну то есть это священник я хотел сюда вот или сюда не сюда давайте рудакопа проблема вам государстве что очень много недовольных не могу решить эту проблему я поэтому и спать соответственно конечно как бы плюсы да я качаю армию на этих восставших но это и миша очень сильно так насчет у нас царица 57 лет а наследница 29 так но они по городу кидают вроде не чё так придворные купцы прибыли из рима с предложением о торговле они уверены что улучшение торговых отношений пособствует росту и процветания наших наций о блин 197 вход за полтора при это нет я пожалуй не буду торговать приказы конечно приятно но не за не за столько денег из переоборудованных мастерскую покоев вырывается раздраженный вопль ваши придворные ученые колхаты настороженно приотарив дверь вы заглядываете внутрь и нация едва не лишается своего лидера стену самого вашего лица с грохотом врезается хрустальный шар царица я вас не заметила после долгих извинений колхата объяснять что пыталась написать на шаре древнее слово силы абла на каналба заклинание полиндром подняв шар вы быстро понимаете отчего колхата так спылила древнее слово силы написано с ошибкой в предпоследней букве колхата уверена что это ошибкой навлекла на себя страшное проклятие так посоветовать ей носить обереги для защиты от темной магии становится сувереной развернуться и уйти давайте лучше развернемся уйдем зато и мудрость добавит вы заходите в шатер где уже собрались ваши полководцы так а это у нас амбит выбор амбиции издать закон профессиональная армия захватить два иностранных города контролировать два юнита максимального уровня вот эту давайте возьмем я думаю это выполнимо вполне тем более что мы командир у нас все все юниты каждый ход по-любому получают 10 очков опыта вот ну хотя тут когда прилегает такой же юнит то надо но у меня только один булавоносец смысл мне прилегает такой же вин когда у меня нету булавоносцев в принципе поначалу тут похожу ой я там генерала я не скликнул не знаю на что генерала прокачал сюда я лучше генерала эту добавлю которые на одинакового и а тут он недоступен она только той семьи да не подожди так это что же такой же семьи не пойму а это юнит универсальный это не к семье относящийся это универсальный юнит я понял либо генерала вот в зелененький какой-то юнит посадить у нас таких нету вот есть так но мы тут качественно походили конечно даже сейчас еще куплю приказ чтобы каменоломню здесь сделать нормально у нас прям даже приказов достаточно для всего этого но от грязи 4 очка отстаем и еще не встречены нами вавилон египет и персия чем я думаю у египта должно быть так тоже приличный очков прошел там довольно много чудес построил мятежники около сиджу царь греции диадор мудрый мертв ух ты не был 4 мудрости 9 харизма три адвага ну и царица неплохая тоже жестокой становится ваша дочь царица а мы становимся тяжело больной но она уже старенькая на самом деле конечно там чё отец под 85 пожил но тем не менее да блин да так пока опять же не выбираю хочу четвертый закон принять о посол мнение чужеземцев мнение племени мнение религии давайте чужеземцев улучшим так мы принимаем четвертый закон я возьму свободу пожалуй но не хочу чтобы еще еще несчастье добавлялась и будем строить крепости окрид прошел отлично кровожадную возьмем против раненых так здесь косака воительница это мы кусака блин кусака косака так а тут по-моему пишется сколько у племен осталось одна стоянка видите аудан и уданов одна так мы и тут и данных зачистим чтобы они не выделывались уровень еще кровожадность в центр города поставлю на всякий случай что так например объявляет войну мне карфаген и сразу убивает этот юнит что-то с карфагеном офигительное отношение с осирией внезапно а общая черта преданная мнение нашей религии религии иудаизма а тут еще важно что какое у нас мнение о чужих религиях какое на соотношение чужих вот с их национальной религией например круто так еще и два приказа осталось так можем советника попробовать дары семьи отправить чтобы улучшить отношения а то как то совсем минус 229 у нас это в основном из-за того что в их городах несчастья большие мы 16 тысяч денег может я уже могу ну блин камень дорого стоит камень пока дорого стоит вот это интересно конечно их форты построены ассирия в мире с карфагеном в достающая царица умерла кто-то в лишизм о да недолго косака выйдет до следующим ходом она умрет ну и нормально хорошо что я не менял наследование скоро то то так кого я хотел то и станет это кстати никуда не денется она останется наследием так тут никакого счастья нету да вот усмирить город тоже интересно я копейщика открою так талантливый лучник становится следопытом лучника лучше давайте отряд лучников получаем так теперь начинаем апать прачников в лучников ну не всех этот у нас еще борется блин наверно коня все таки я потеряю зато этот отряд очень много юнитов здесь убивает так требуется 100 дерево ну буду покупать ап 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 так тут лучника просто далее а все это все мои лучники ну еще один прачник есть отсортирую только по стреляющим до один прачник еще ну тот который атакует может укрепиться так здесь проведена дорога теперь надо между этими вот тут наверно дорогу вот так провести на камни теса опять же потому что у земледельцев быстрее это строится так форум архив тут недостаточно культуры пастухи просто еду дают тогда тут надо на самом деле дождаться постройки один ход совет проведем и надо охотника будет в лагерь отправить рудокоп есть отправлю поэтов и у нас внезапно 10 10 приказов осталось ну мне нечего реально делать юниты стоят тут ападана кстати построена ападана что дает хатуси глобально а все города мин 10 процентов к содержанию ухты в моем случае где у нас содержание но тут типа сколько дает они содержание то все вместе сложно посчитать на самом деле среди не убили вроде блин погибла на службе не успев улучшить отношения с семьей зря были потрачены деньги да может она поэтому и погибла вскоре после коронации вы получаете послание от октавии насли от октавия наследника римского престола он шлет поздравления желает удачи и предлагает познакомиться поближе поскольку он тоже когда-нибудь зайдет на престол вот только общение с будущим правителем в обход правительницы теперешней может подпортить ваши отношения с римом наверное приму все-таки предложение познакомиться поближе жители миргиса давно привыкли к россказням о чужих недосягаемых землях далеко за границами но недавние слуги слухи заставили волноваться даже этот видавший виды народ великая нация далеко за пределами изведанных земель собирает силы для нападения на нашу страну принято кто интересно старейшины города умоляют предоставить им деньги чтобы попытаться откупиться от захватчиков когда они прибудут ну я бы дал денег тут 80 части сверху нормально свежие дворцовые слухи в основном крутится вокруг вождя данов рольфа и его растущего влечения к вам ну конечно визуально красавица наша царица особенно вот эти белые точки нарисованные под глазами ну и губешник про прям как нам используете отношения себе на пользу становится любовником отдаляется от царицы ну царица плюс дисциплина вообще давайте пускай отдаляется мы этих данных уничтожить собираемся командир одного из отрядов топорщиков получил множество докладов о разбойниках дан это высадить и убить разбойников так нового советника давайте посмотрим если фигня какая-то ну герцогиня сато вроде ничего так в принципе наверно возьмем может быть лучше конечно было наместников города отправить они тоже по 100 соц капитала стоят но нет я пожалуй советник и этого советника отправим дары а уже у ям минус 100 тогасе джу давайте отправим так где-то тут восставшие появились в этом городе блин я на эпосе конечно столько культуры сделал так пора цитадель реально крепость точнее цитадель это следующий уровень блин здесь нужна цитадель что купить это мне нужно четыре хода так здесь мы сюда размещаем спеца мне пожалуй просто закончили я провести 6 приказов сейчас потратил чтобы разбойников высадить но их лучше высадить иначе будут налеты нафиг надо не очень так а что у нас соседи никто ни с кем не воюте так понимаю что-то с грецией стали хорошо то я вот теряю какие-то ушли плохие отношения я внезапно чудо со всеми в хороших я уже как всячески унижают хептов просто там их нахер посылаю ничего не соглашаюсь довольные эти свои семьи пытаюсь всячески их ублажать злые что такое все племенной налет умер гисы карфаген состоянии мира с грецией ну кто не понимает тут есть состояние перемирия и состояние мира 20 приказов но пойти себе но навсегда вход было а так одномоментно я не считаю что мне это нужно вот бесплатная берема интриганом пускай будет вот видите мы выследили разбойников и получили 950 монет и топорщик получил опыт царь консорт гиско не следил не сидел сложа руки ваш целеустремленный супруг кладет перед вами пергамент исписанный планами для кушита он спрашивает что вы думаете о его идеях так это начинается амбиции опять же добавить 4 придворных контролировать 5 старших специалистов давайте придворных попробуем придворных мне кажется полегче будет чем старших специалистов старшие специалисты это например вот видите вот три таких градации вот 3 3 градация это старший специалист так лишь что-то я хотел посмотреть или сделать естественно забыл уже вылечим эти три юнита и добьем уже вандалов тут там а а хотел произведение вот наша царица да вот ее муж и какая родилась у них дочка принцесса ахра сан глупая апрета не дочка это сестра наша что у них детей нету что ли ноут 3442 не хочется сестренки но вообще сестренкой тоже ничего так а лесбиянка то есть у лесбиянки двое детей а у нас хер царь консорт диска не не да это не дорабатывает очевидно да камни тез что давайте вот сюда рудокопа тем более у нас уже скоро уйдет железо ему очень много тратим на содержание юнитов видимо игра предлагает тут цитадель ценится дель крепость ставить а я бы здесь ставил так и тут вот тут правильно то что это дает соседство бараком и и этим ну у нас новая там форты только ну вот то что это карфаген настроил это только защита плюс 50 процентов конечно круто но мне кажется и обойти можно иногда так а шо ж там тут строить стены чудо суд вообще улучшений для специалистов ма ракозначейства сделаю пока и даже один приказ остался еще может послу да ну там надо соц капитал и давать тогда кого-нибудь назначим в наместники вот этого помладше холлиута младшего плотничьиха на основной орудии кораблей тут есть проблемка вот с этой бесплатной беремой мне надо чтобы она появилась тут но в этом море она может появиться в этом море и они не связаны никак ими придется строить все таки берем у ты на суше я на море мы не встретимся никак перед у как или за блака это механика повреждение вроде нету механики перебан или если или гавани если построены вот и налет пошел кстати очень мне кажется правильно сделано вот тут я могу кораблей атаковать и рукопашными юнитами тоже так плотничиха все осады нет не интересно любительницы верховой езды о кавалерия на все они будут на кавалерию строить честно говоря я не буду сейчас кавалерию строить так что мудрость просто повысим для лидера державы муд мудрость никогда не лишняя кавалера Вот видите, лошадь атакует. Пастбище в первую очередь, потому что он повышает. Пастбище количество приказов увеличивает. Четыре приказа. Давайте, наверное, каких-нибудь генералов добавим, если их еще. Если они еще не везде. Вот видите, ноль. Нету генералов. У красных тоже уже нету генералов. Только что последнего посадил. Вот у зеленых. А у зеленых юнитов нету, в которые нужно... Хотя нет, вот лучник есть, например. А, и тут генералов нету. Так, теперь тогда можно апать. У нас одна из амбиций. Последний уровень ближнего и дальнего боя. Я думаю, нам в первую... Если ближнего боя у нас еще могут апаться, стоя в... В этих... А, господи... В казармах? То дальнего боя никак не проапгрейдится, кроме как воевать. Вот этого давайте. О, тут как раз орлиный глаз. Хорошая прокачка. Игнорирует модификатор расстояния. Вот если вы видели, то вот этому я больше нанесу урона, чем этому, потому что модификатор расстояния минус 20%. А, подожди, тут минус 20, тут минус 20. А что это? Ну, короче, они должны быть разные. Это может потому, что он уже походил. Поэтому так пишет. На четвертый уровень 400, на пятый 500. В принципе, вполне можем насобирать муштры. 13 ходов до того, чтобы еще один город соединить. Вполне я тут соединю. Вот добровольцы издать закон. Вот с этим проблемкой. Давайте глянем, где он находится. В какой технологии добровольцы у нас. Особняк. Минус легитимности, но отношение с семьей улучшилось. Так, бесплатное беремо получили. Давайте посмотрим, куда нам надо идти к особняку. Где он вообще? Вот сюда. Ага, укрупнение земель надо открывать. Ну, бесплатного лучника пропустим в этот раз. Блин, надо было беремо атаковать прачником, потому что этот в лесу стоит. После долгих размышлений, генерал Калхата-ученый разработал гениальный способ, как покончить с пиратством вдоль кушитских торговых путей. Однако выживание некоторых местных племен зависит от периодического разбоя. Примем эту тактику или оставим их в покое. Так, принять защитные меры. Порьба с пиратством. Плюс 125 монет. Нет, давайте примем защитные меры. Так, тут провели дорогу. Но нам надо либо Мергису, либо Саялу соединить. Что-то... Буквально несколько дорог осталось. Повысим возможность критического урона и кровожадность. Так, тут дорога тоже проведена. Тут бы я так еще провел. Хоть тут есть дорога, но я бы все равно сделал. Или... Нет, нет. Давайте крепость. Чем быстрее и больше крепостей мы построим, тем больше мы уникальных юнитов сможем сделать. Служителя мастера. Форум. Здесь. Так, и где нам дали беремму в итоге? Ну, с другой стороны, как я и предполагал. Никак ее, да, не перебросить? Придется в Сесебе строить. Да. Ну, вот Сесебе, когда мы построим, то она тут появится. Ну, ладно, не страшно. Будем исследовать. Тут, если будут набеги, например, можно будет сразу как-то противодействовать. О, 20% из океана. Еще качнем сразу. Вполне все 4 эти амбиции могу выпить. То есть, будет 6 амбиций. Возможность агреться. Уже больше половины очков для победы очками. Ну, вот, единственное, жалко, что у компьютеров нету возможности амбициями побеждать. Не знаю, почему мы его отключили. Может, потому что они не понимают, что их амбиции значит. Но вот эта победа амбициями только для игроков доступна. О, родили сына. Так, будем за ним наблюдать. Амантеха у нас. Теперь наследник. Жители Дакки приходят к вам царицы Мадикен Новый и надеются, что вы благодаря своей мудрости сможете привести город к еще большим высотам. Это у нас уровень культуры повысился. Дакка должен разобраться с финансами. Содержание минус 25%. Либо научиться самоуправлению. Тут мы... А, Дакка получает автономия? Не-не-не. Мы будем все управлять сами. Становится воинственной. Отлично. Жители Миргоса до последнего времени мало знали о ритуалах лешиизма. И когда культ недавно принятого наземного бога укрепился в городе, все были просто ошарашены. Бог веселья и его загадочный культ очень скоро обрели массу преданных поклонников. Скоро до вас стали доходить слухи о том, что новообращенные служители культа по ночам покидают город и бродят вокруг него без одежды, предаваясь праздному веселью и безумным пляскам. Остальные жители Миргоса обеспокоены падением морали, которая принес с собой этот культ. Так. Ну давайте запретим служение культа без государственного разрешения. У нас вроде с лешиизмом более-менее отношение минус 20 это терпимо. проведу совет потому что следующим ходом я хочу специалиста на пшеницу. так, продолжаем улучшать отношения в этот раз семье ям отправим. Переброшу этого ополченца в саялу. это что? Минус 50% к атаке, но при этом боеоглушение накладываем. ладно, не хочу. Так, 4 хода еще. Так, у нас 200 соц. капитала, давайте наверное в керму. О, глупую, но зато счастье будет повышать в городе. Ой, в Сосебе можно кого-то. Не, вот эту на виде маг, правда, плюс к несчастью будет. Новое поколение приходит к к правлению страной. Все, кого ставил, господи, забыл уже как его зовут. все, кого ставил тахокар коневизвимый, умер, уходят от дел и новое поколение власти. Но, как оно будет править страной, мы уже увидим в следующей серии. Спасибо, что смотрите, не забудьте лайк и комментарий оставить, конечно же. Кушицкое царство, ну, честно говоря, тяжело, тяжело, ничего не скажу. Прям постоянные, как по-белорусски выпробование действится. Вот новый племенной налет около Мироя, опять из того датского пустяка, давно не было, помните, там постоянно, чуть ли не каждый ход было. Может, как-то зависит от отношения с ними. еще одного сына мы родили. Нормально. Все неплохо. Так, ну, а тут уже дальше будем разбираться в следующей серии. Все, не забудьте лайк, подписаться, комментарий, играйте в умные игры. Слава Украине, Жея Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok